Вот в ту комнату, где телевизоры были, там у нас что? Ага! Здравствуйте. Ты понял, что я так обосрался-то? Чш-поньк! Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Декстер, и добро пожаловать в игрушку, которая называется Reminiscents. Я, если честно, сам офигел от того, что данное слово, оказывается, переводится как воспоминание. Ни разу почему-то ещё с ним не сталкивался. И черт возьми, теперь мы знаем, что этот хоррор будет как-то связан с каким-то воспоминанием. Ну а перед началом этого видео я хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит большие пальцы вверх и оставляет комментарии под моими видосиками. Данным действием вы очень сильно помогаете развиваться каналу, и все, кто это делает, реально вы лучшие. Ну а мы, собственно, переходим к самой Харарюшке. Можем видеть уже на главном меню какой-то коридор, мерцающий свет. И как только я зашел в эту игру, здесь музяка играла просто звездеско громко. Она реально, можно сказать, орала. И была достаточно криповой. Поэтому, возможно, данная игра сегодня нас даже неплохо так напугает. Поэтому нажимаем New Game и погнали посмотрим. Окей, Ремини Сенс, Воспоминания. Чу-чу. Возможно, в это время. В какое-то время. Чего? Я должен найти их, у меня не так много времени. Что? Так, это картина, окей. Бабеха с мужичком. Так, то есть мы очнулись в какой-то кладовке, типа. Эта дверь у нас закрыта, мы не можем ее открыть. А вот эту открыть мы можем. По крайней мере, должны. Но она не открывается. Возможно, надо найти какой-то ключ. Я не понимаю, что эта штука делает. Она возвращает все как бы к началу или что? Звиздец. Покупка кинопоиска 16 рублей. Вы угораете? Я не зарегистрировал на кинопоиске. Че за обман? Так, я не понимаю, что нужно делать. Покупка Яндекс Плюс 11 рублей. Отмена покупки. Ну все, походу взломали. Звиздец, что делать? Так, если еще какая-то такая херотень будет, я, пожалуй, прекращу снимать и пойду в банк. Разбираться реально. А то что, какую-то дичь делают. Так, смотри. У нас есть реально щиток. У нас есть... Ля, прикинь. Я звоню для подтверждения перевода на сумму 699 рублей 0 копеек с вашей карты. Обратите внимание, служба безопасности банка звонит только с номера 900. Звонок якобы из банка с другого номера это мошенник. Меня реально взломали. Так же, как и в судьбе, если вас просят сообщить номер карты или код из смс-сообщения от банка. Есть ли у вас минута, чтобы подтвердить операцию или отказаться от нее? Скажите да или нет. Какой нахрен Яндекс Кинопоиск 700 рублей? Вы что, угораете? Я там не зарегистрирован. Что за бред? Короче, что происходит? Я не понимаю, как открыть эту дверь. Я не понимаю, почему меня взломали карту. Я не понимаю ничего в этом мире. Можно нажать еще раз? Да, можно, но нахрена. Он вообще никак не взаимодействует. Мне нужно что-то найти. Что-что? Ты дурак, я под... Я же подходил к этой двери. В смысле, она не работала. Здравствуйте. Это вы у меня карту взломали, да? Вот эти вот хакеры-машинники, реально. Что-то прекрасное исследование человечества. Прекрас... Вы угораете? Какой-то мужик, короче, нашел, исследовал секрет временного путешествия. И какое-то учебное комьюнити охренело от этого. Кто-то типа научился путешествовать во времени. Ну да, мы это поняли по часам-то как бы. Хорошо. А, он одно и то же говорит, да? Это было... Очень давно. Или типа это было очень долго. Звездец хата! Охренеть, это что за квартиры такие? Походу, вот мошенники, которые карты мои взламывают, такие квартиры себе покупают. Ну ты же реально звездонешься. Так. А, тут типа еще и несколько входов в одну комнату. Нормально. Так, там у нас ничего нет. Телек. Вот это хоррор хороший. Типа, серьезно. Здесь у нас какая-то история, какая-то прикольная штука. Не то, что было, блин, в тот раз. Так, смотри. Интерактировать роллбэк. Как интерактировать? Что? Куда я нажал сейчас? Охереть! Серьезно? Вау, чуваки. А вот это прям прикольно. Вот это прям реально прикольно. Я таких игр еще не видел. Мы откатили время назад, чтобы шкаф типа еще не был перевернут. И благодаря этому мы можем посмотреть, что у нас тут есть. У нас какой-то подвал. И мы сейчас это тоже откатим. По-любому, смотри. Песня звучит как-то знакомо. А, мы сейчас посмотрим, что произошло. Смотри. Что-то не работает. А, во. Тихо. Звездец, прикольно. Я реально могу управлять временем. Я его останавливаю. Я его откатываю. Клево. 5 фпс. Это вообще прекрасно. Так, а что теперь? Здесь никого нет? Возможно, мне стоит что-то с часами заново. А, это что-то типа моего чекпоинта, что ли? Потому что в прошлой комнате была подобная дичь. Сейчас. Так, окей, давай поднимемся, посмотрим, что у нас здесь. А диван был так перевернут? Подожди. Или нет? Кухня, кстати, открылась. Прикольно. О, кукушка. 2,59, 58. 59, 58. Такой таймер, как будто это бомба. Так, окей, очередная фотка. Ну, типа семья. Хорошо. Мы, в принципе, находимся в таком... Как мы уже поняли, из флага, из... Их вот этих речей. В американском, скорее всего, доме. Это что, волшебная палочка? Фига. А, это, наверное, чтобы газ, типа, включить, понял. Нормально, нормально. Так, окей. Возможно, нам нужно вперед. Главное сейчас не обосраться. Потому что, как мы помним, здесь ходит какой-то чувак стремный. Так, уб... Ёбать! Ёб твою ж мать! Извините за децибелу, но я реально обосрался. А, сердечко. Так, у нас есть офис. У нас есть какая-то картина, да. Записка. Короче, это началось без говорения того, что мои исследования, мой прогресс в исследованиях, чё-то публичное внимание заработал. Ну, короче, понятно. Алан Мурау чё-то написал про коммунистов, про то, что они забили хер на наши репорты. Сишка ещё горит, серьёзно? А как это? Она должна была уже потухнуть. Блин, комната прикольная. Такой, знаешь, зелёный цвет, прям как раз-таки для какого-нибудь офиса, какого-нибудь кабинетика. Так, я могу лечь? Нет? Походу, нет. И здесь ничего не открывается. В таком случае нужно идти обратно. Угу. Я подумал, что здесь, короче, кто-то стоит. И причём этот кто-то, этот Стив из Майнкрафта. Ну, типа, он реально такой квадратный с рукой. А это просто комод. Так, допустим. Дождя, куда мне ещё ходить? Какие двери у нас были закрыты? Возможно, стоит вернуться назад. Ёп. История сделала сегодня. Пентагон, департамент сказал, что они, короче, отправили мужика назад во времени. И успешно вернули его к нашему времени. И это всё завершилось успешно. Эксперты говорят, что наши технологии лимитированные. И плюшки, которые вы получите, просто охренеть какие-то крутые. Ну, понятно, блин. Во времени всё-таки путешествовать, это круто. Так, возможно, я дверь открылась? Нет. Эта дверь просто есть. Здесь даже интерактировать нельзя. А если я сейчас сюда нажму? Хотите прикол? Я настолько долблюсь в глаза, и настолько отвлёкся на то, что, типа, там, что-то меня кто-то пытался взломать, что я даже не заметил, что эта хрень меняет комнату. Она, чёрт возьми, меняет комнату. Здесь даже обоев нет. Здесь всё обдристоно. Картина перевёрнута. Коробки валяются. В то время, когда мы нажимаем, здесь всё идеально. Лампа, дверь. Я такой, что думаю, ни хрена себе дверь открылась? Это не дверь открылась, это, в принципе, просто, типа, другое время. Подожди, в таком случае, почему эта дверь закрыта? Мы же, типа, путешествуем во время, и она должна быть открытой. Хорошо, тогда мы что-то здесь ещё, походу, не сделали. Да ладно. Виздец. Почему я в хоррорах окончательно отключаю голову? Вот просто отключаю её. Полиция до сих пор на локауте, и где-то 32 года женщина и 4-летний сын, которые внезапно пропали на этой неделе, что-то были найдены в Сакраменто. Или пропали в Сакраменто. Визмистика. Всё. Пропала 34-летняя женщина и сын. Это была моя ошибка. Это полностью моя ошибка. Какая ошибка-то? Из-за того, что не пропали? Смотри, время такое же. Но всё нахрен раздолбано. Это не будет работать без пенделиума. Какой пенделиум? Ты угораешь? А, пенделиум, это, походу, вот эти штуки для часов с кукушкой. Ну, конечно, блин. Ну, пенделиум. Очевидно. Блин, а может пенделиум у нас как раз-таки в какой-то из комнат лежит? Мы его сейчас найдём. И сможем эти часы как-то откатить назад? Хотя звучит как бред. Да-да. Тут сейчас опять кто-то стоит. Нет? Хорошо, повезло. Но я слышал, как кто-то ржал. Реально кто-то ржал. Так, окей, у нас всё раздолбанное. Тумбочка почему-то перевёрнута. Стоит нормально. Физика. Не, не слышали. Чемодан. И есть ключ. Ключ по-любому можно взять. Да, он даже мигает. Мне нужно вернуться из этого лобби. И найти этот старый, старые часы. Кстати, записка другая, но я не буду её читать, потому что она сложная. Короче, что-то происходит. Мы жили в семье. Мы то ли писатель, то ли кто-то, потому что, блин, есть печатная машинка. И внезапно... Так, кстати, что-то написано. You forgot the lace to the lobby again. Вернись, короче, в лобби, и всё будет чётко. Вот, и внезапно пропал наш то ли сын, то ли дочь. Вместе с женой. Вскоре. Да, вот с этого я, кстати, тоже всё рубил. А-а-а! Спасибо. Здравствуйте. Подожди, всё вернулось обратно? Нет. Мне просто пока в голове не складывается общая картинка, типа. Это, вот, сейчас квартира, в которой мы находимся, это квартира после этого случая? Или до? Скорее всего, после. Типа, раньше у нас была жена и сын, или, ну, короче, жена и ребёнок. У нас всё было хорошо. А потом они куда-то пропали, и наша квартира превратилась, как бы, в полный срач. Мы на неё забили. Перестали делать, там, ремонт. Живём, короче, реально в какой-то халабуде. Так, в таком случае нужно понять, где у нас вообще лобби. Чё за дичь? Что за дичь? Это замороженный солид? И как его тут достать? Ну, блин, короче, я пишу это с надеждой, что ты сюда пришёл для качественного контента, правильно? Правильно. А как может быть качественный контент и вообще игра в хорроры без понимания того, о чём, чёрт возьми, эта игра? Нам же нужно разобраться, правильно? Правильно. Поэтому всё ради тебя. Как бы беру так вот. Google переводчик. Очень полезная штука. Это, если что, не реклама. Мне никто не платил. Хотя Google, шучу, там накинул пару лямов зелени. Так, знаешь, чисто. Чтоб пропиаривал. Так, чтобы быть, просто никто не пользуется. А я вот нормально. Короче, что... Как дерьмо переводит-то? Это касается только ваших глаз. Мы заметили, что это отвлекает внимание от воровской технологии АБАП. Остальные участники исследования безразличных к дальнейшему изучению субъекта. Такой 2079 год. Существует прямая связь между атомной, аторной на юго-востоке нашим экспериментатором. В этом я уверен. Рост компании совпадает с тем, что мы используем эту технологию. Что еще более важно, я знаю, что происходило во время эксперимента, что лежало между ними. Мы действительно оцениваем ваш опыт, чтобы оценить вашу ловкость и вашу приверженность к этому проекту. Поэтому, честно, вы вели себя очень странно с тех пор, как столкнулись с тем, что, по вашему мнению, обещало вам кое-что. Короче, походу, мы работали в Пентагоне. Ну, это же реально хренят кукушки, да? Блин, мы угадали. Это называется то ли соли, то ли что-то там. Здравствуйте. Короче, в чем прикол? Прикол в том, что, походу, мы работали в Пентагоне. И из-за того, что мы там то ли что-то рассекретили, то ли что-то сделали, украли нашу жену с дочкой. Сегодня, что я, января 1958 год. А продукты доступны этой осенью 1956. Или недоступны после. Короче, американские физики, новое изобретение окружило мир штормом сегодня, так как эксперты говорят, что мир никогда не будет прежним. Вот, блин, такое ощущение, что после этой дурацкой вирусной херни мир никогда не будет прежним. Потому что, типа, казалось, что все все забыли, а сейчас в Москве хер погуляешь. 20 тысяч в России заболевает, а это звездец. Так, в общем-то. Че вы от меня ходите, я не понимаю. А-а-а, короче, я понял, смотри. Мы активируем часы. Угу. Все, и поднимаемся наверх. Блин, прикольно реализовано, реально прикольно. Здесь у нас дверь закрыта. Почему у тебя было открытие, я не понимаю. Заходим сюда. Точнее, не сюда, в туалет. Мы заходим в туалет, и там должно быть все открыто. Да, смотри. Ты понял. Мы эту штуку убираем. Звездец прикольно, да? Так, а че у нас здесь за пискотажем? А, так, значит. Я знаю, что уходящий настаивает на этом, и каждый раз, когда пытается увернуться от очереди. Но я действительно должен попросить ради безопасности моего собственного любопытства. Снова этот вопрос. Пожалуйста, как же, черт возьми, вы пришли к этим ахиматикам? А при всем уважении, ваш опыт работы в области медицины не совсем подходит для объяснения того, как вы пришли к такому продвинутому лечению. Опережает то, что величайшие умы делали в течение декады. Конечно, могли бы обвинить кого-то вроде этого в том, что он целенаправленно работал с кем-то. Но в вашем случае, не думаю, что любой живой способен придумать это. Эти конструкции выглядят совершенно чужими. Вы бы признателен за отличную работу. То есть мы еще и какие-то конструкции придумали стрёмные, от которых все... БЛЁХА! Вы чё? Вот это, твою мать, дико стрёмный скример. О, это очень стрёмный скример сейчас был. Я тебе говорю, вот... О, у меня же сосочки стали. Короче, по... Жёсткости... Это второй, наверное, скример в моей жизни после ПТ. Вот в ПТ, когда на тебя баба нападает, если знаешь, ставь лайк, пиши комментарий, обязательно. Ну, даже если не знаешь, всё равно, ставь пиши. Там вот прям стрёмненько и хорошенько. Вот здесь примерно то же самое было. Потому что, блин, ну максимально близкий коридор. Ты просто идёшь, у тебя здесь всё жёлтое, здесь всё жёлтое, здесь жёлтое. И тут херак, что у тебя перед лицом эта херня пролетает. Да, хистери, понятно, всё хистери. Да, я запускаюсь в подвал. Иду в ванную, беру кукушку, вставляю её в часы, и всё нормально. Ой, блин. Да, это было стрёмно. Ну, смотри, сейчас ничего быть не должно. Чего? А здесь туалет был. Серьёзно. Дверь перенесли. Хорошо. Я уже дико боюсь этих углов. Нет, это... Что это? Это ты? Кто ты? Не надо такие коридоры делать, пожалуйста. Твою мать. Ненавижу шкатулки. Какие-то исследования. Чё происходит? Чё происходит? Ё. Пожалуйста, проваливай отсюда. Почему, 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 помогите, помогите. Умри. Всегда смотрит. А-а-а! А мне точно надо в эту дверь? Да. Да! Конечно же мне надо в эту дверь, чтобы забрать пендулиум. Звездец пендулиум. А, я вер... Я вернулся. Не, это не стрёмная хрень. Потому что я уже изначально вышел, смотря на этого клоуна. Бляха, я весь мокрый, чуваки. Это звездец какой-то. Так, пендулиум. А мы можем сразу пендулиум впендулить? А, это клоуна, помню. Ну, конечно, блин, его там руками потрогали. Всё на соплях держится. Так, смотри. Можем припендулить? Да! Здравствуйте. Ой-ой-ой-ой, фпс, фпс, фпс. Так, и сейчас я должен интерактировать, да? А что меняется? А, я, короче, могу это делать, глядя на какие-то предметы. Это запись, чё-то там? А что изменилось-то? А, я у кукушки чё-то взял. А чё я взял? А, не знаю. Это тут было? Это тут не было. Какую-то кассету ставили. Загружается. А, у него кассета была во рту, я понял. Так, окей. Ты счастлив, дорогой? Он купил новый телек, наш папа. Сейчас можем смотреть телевизор вместе. Наши комнаты. Что за... Это, типа, сломанная запись или что? Пицца-бат. Есть пицца-хат, а это пицца-бат. Типа, пицца, но... С подвохой. Какой же крутой хоррор. Я не могу. Я очень сильно кайфую с него. Тут вот, знаешь, прям скримеры сделаны очень круто. Ты их не ожидаешь вообще. Я не помню код. Возможно, она оставила это и видела по телеку. Какому телеку? О, нихрена, что это? Итак, как мы можем обсудить наше путешествие назад через время? Ну что ж, детали какого-то блура, но прыжок сам по себе, возможно, может назваться... Может ли он называться прыжок? Да, прыжок через пространство между временем. Вид какого-то виолетово-голубого пространства, датированный с яркими белыми... И мы не были одни. Обосраться. А можно мне, как бы, получить... Знаешь, в чём? Код. Чё так лагает? Можно ли мне получить код? Я сесть не могу, кстати. Мне сказали, что он на телеке должен быть. Блин, прикинь, реально, вот отсняли такие штуки. Их либо отсняли, либо нашли. Где-то. Чисто ради хоррора. Чё охренеть? Там появляются какие-то гличи, но я не могу... Вот что это. А, да? Допустим. Я чё-то эту комнату вообще... Не помню. У меня нет времени на это. Я должен вернуться назад. Чё за хорень? У меня нет времени на это. Ой, там рука, смотри. Здравствуйте. Нет, не стёмный скример. Так а нахрена я вообще эту комнату увидел-то? Late, late, late. Позже, позже, позже. Мне не нужно late. Мне нужно код. Цифры, чуваки. Вот в ту комнату, где телевизоры были. Там у нас чё? Ага. Здравствуйте. А-а-а! А-а-а! Ты по... Ты понял, что я так обосрался-то? Он хлопчал вот так вот. Ну, типа, сзади меня. А чё делать? Ой, твою мать. Какой же жёсткий хоррор, чуваки. Блин. Реально, если вы поставите мало лайков под этим видосом, под этим хоррором, то я даже не знаю, какие вы хорроры вообще любите. А звездец, а что я? А я не выйду никуда. Или выйду? Ладно. Спасибо. Как-то свет рандома включился. Ой, обосрался нормально. Так, нам сейчас что-то покажут. Всё. Короче, садись. Сейчас будет кино. Давай. 3-7-8-4-2-1. Ну, либо так. 3-7-8-4-2-1. Хорошо, спасибо. Три! Ну да, ну да. War of Land. 3-7-8-2-4-1. Три. Ёпт. Что происходит? Наркомания происходит. Какое-то время происходит. И, короче, кто-то гуляет вокруг этих часы. И медведи, сделанные из каких-то гормонов. Что? Чего несёт? Я код забыл уже. 3-7-8-4-2-1? А-а-а! Можно закончить уже? Ну, звездец. Я устал ходить уже. Куда я чё вести? Должен. Очень поздно. Что делать? 3-7-8-4-2-1. 3-7-8-2-1. И вводим 3-7-8-4-2-1. Да. Просто обосраться. 3-7-8-4-2-1. О, спасибо, даже напомнили. 3-7-8-4-2-1. Кассета. Ну, мы её берём. Точнее, пластинка. И ставим сюда. Очевидно. И это у нас новый передатчик, типа, да? Точнее, новая штука, с помощью которой можно путешествовать. Во времени. У нас появилась какая-то дверь. Здесь у нас, ну, практически всё по-старому. Но нам, скорее всего, сюда. Сейчас будет скримочок, смотри. Нет? А, чё это? Что происходит с этими картинами? Почему я один? Не знаю. Ля, ты пышит в этой игре знатно, конечно. Нет, да и просто дверь. Ну, а смотря на что. Меня же, как бы, даже вопрос не спросили. Толком. Нет, да. Или дверь. А если я пойду просто в дверь? Я не хочу отвечать на вопрос. Поздно, поздно, поздно. Ё. Нет, ну, сюда нам вряд ли нужно. Да, там какая-то хреньская всё будет. А здесь просто наша квартирка. Сюда нам, по сути, не надо. Нормально. Ёпта. Чисто разрулил ситуацию. Это не может быть так. Это не может быть так. Так поздно. Что ты имеешь в виду? Ты не был один. Я клянусь, что какой-то отряд. Ой, ё. Память. Потерянные истории. Слышали наши бумаги. Короче. Если бы эта игрушка была бы на русском. Либо я владел бы английским. Таким вот английским. Намного лучше. Мы бы, скорее всего, сами охреневали бы. Не только от графики, скримеров. Вот таких вот приколюх. Но ещё и от сюжета. Потому что сюжет здесь реально какой-то очень лютый. Так, хорошо, идём сюда. Я этого не осознаню. Он играет со мной. Наш чувак сошёл с ума. Короче, он работал в Пентагонии. И со всеми этими экспериментами нахрен поехал у Куха. О, прикольно. Так, хорошо. А куда мне теперь? Может, опять сюда? Нет, здесь закрыто. Значит, сюда. Шо? Заходим. Так, типа, зеркальная комната. Ну, раз зерк... Нельзя столько скримеров в один хоррор засовывать. Это ж можно реально звездануться. Блин, да, прикольно. Часы разрушаются, смотри. Реально залипательно. Антистресс. Часы антистресс. Саморазрушающиеся. Нельзя столько скримеров засовывать. Ну, это ж реально... Каждую минуту ты обсираешься. Так, окей. И здесь мы что-то делаем. Смотри. Это песня. Это была песня. Должно было все закончиться, а что-то нифига. Нифига. Закрыто. Хорошо. Это всегда было здесь? Не, чувак, это не всегда было здесь. Нет, это не может быть. Ну, я эти крюк, ух, поехала, все, звездец. Здрасте. Нет. Я сейчас вам опять сделает вот так вот, сзади меня. Но это же реально, это очень крипово. Нет, кто-то дверь закрыл. Ты убил нас. Поздно, слишком поздно. Почему? Да. Ты нас потерял? Ты что-то там сделал это, выпил свою собственную эту, и что-то там мир открыт для каждого шага. Это совесть у нас, я говорю, и что? Это же реально, если совесть на самом деле в жизни выглядит как вот этот хрен. Трехметровый. Который нас пугает. Что происходит? Очень сложный английский, я не могу. Но. Здрасте. Это означает меня. Блин, чуваки. Это очень клевый хор. Прям, я вам честно скажу, я прям кайфанул. Эта штука может спокойно продаваться в стиме за 300 или 400 рубасов. И, ну, блин, если бы я на нее потратил такие деньги, я бы не пожалел бы точно. Потому что здесь мы с вами, черт возьми, обосрались прям хорошенько раз, мне кажется, 10. И я не помню какого-либо хора за последнее время, который прям реально держал меня в таком напряжении каждую минуту, не давал расслабиться, и ты прям понимаешь, что вроде все закончилось, выходишь, чувак тебя пугает. Проходишь немножко, вылезает из картины. Проходишь еще куда-то, сразу же просто тебя нападают еще одним скримером. Это, черт возьми, очень круто. Вот про эту музяку я тебе говорил в самом начале. Реально прям вот как бы намекает на то, что скоро будет звездец. Тем не менее, чуваки, вот такой вот получился видос. Я реально очень надеюсь, что вместе со мной вы кайфанули, испугались, что уж там, обосрались. И если это так, то обязательно оставьте комментарий, напишите ваше вообще впечатление по этой игрушке, потому что у меня они дико яркие. Это реально очень клевый игровой продукт. Ну а с вами был ваш Дакстр, если вам понравилось данное видео, можете поставить ему палец вверх. Также не забывайте нажимать на колокольчик и включать обязательно все уведомления, если до сих пор этого не сделали. Потому что, если вы не нажмете на колокольчик, вы вряд ли сможете получать информацию о выходе новых видосов. А я надеюсь, что вы все-таки хотите одними из первых смотреть мои новые видео. Ну а с вами был ваш Дакстр, пока.